Друзья, всем привет! Сегодня очень важная тема. Лето 24 года показало нам, что без полива на дачном участке вырастить что-либо вообще невозможно. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о поливе. Организовать полив можно на самом маленьком садовом участке, если у вас есть водопровод, либо скважина, либо вы накапливаете воду в какой-то одной большой емкости. Что нам нужно будет для полива? Прежде всего, определиться, какие растения мы будем выращивать. Исходя из этого, мы уже будем подбирать именно тот вид, который подойдет для данной культуры. Если мы выращиваем помидоры и огурцы, то здесь, естественно, нам будет необходим капельный полив. Если мы выращиваем землянику, то здесь будет комбинированный полив. Полив шлангами golden spray, а также капельный. А если мы выращиваем саженцы, то без тумана здесь вообще не обойтись, особенно в жаркое время года. Определились с растениями, разметили грядки, а теперь самое время приступить к организации этого полива. А начинается он вот тут. Сюда пришли все шланги, сюда пришли все трубы, и здесь как раз-таки у нас пункт управления. Здесь у нас точка, в которую пришел водопровод, а также отсюда пошла разводка на все наши грядки. Если вы будете поливать совсем немного грядок, и у вас хорошее давление в водопроводе, то использовать насос не обязательно. Но если вы планируете поливать большую площадь, то здесь нам понадобится насос. У нас насос на 2,5 атмосферы, и срабатывает он только тогда, когда не хватает давления водопроводной воды. Итак, открываем самый первый полив. Это капельный полив, который ведет у нас к грядкам с земляникой. О капельном поливе я рассказывала уже много раз в своих видео. Здесь очень просто. Труба 32 идет от нашего пункта управления, разложена по над грядками. И к этой трубе мы сделали врезку вот такой фурнитурой. Врезали капельную ленту. Шаг капельной ленты здесь у нас 15 сантиметров. Для земляники, для помидоров, для огурцов. Очень удобно. Но для бахчевых культур можно сделать шаг побольше. Как работает капельный полив, вы никогда не сможете достичь такого же результата поливая лейкой. Потому что полив идет целенаправленный и именно туда, куда нужно. И промачивают землю в одинаковых пропорциях. Всем растениям хватит влаги. Кроме капельной ленты на землянике мы еще здесь используем полив голден спрей. Его в основном используют сразу после посадки земляники, чтобы создавать влажность верхнюю. А также в летний период мы снижаем температуру именно на определенном участке площади. А сейчас мы с вами отправляемся в тепличку, где у нас сделан туман. Здесь находятся растения, которые стоят на доращивании. Они еще не готовы к продаже, еще не укоренились хорошо. И для того, чтобы укоренение происходило как можно быстрее, нужно использовать туман. Он только что сработал. Посмотрите, пожалуйста, на листьях у нас капли тумана. Немного не успели мы с приходом сюда, но сейчас я вам подробно расскажу, как он работает. Сюда проведена магистральная линия. И к этой магистральной линии, к 32 трубе присоединена 16. И пошла разводка этой 16 трубы по тепличке. Вот такие у нас здесь туманочки. Вот именно эти очень удобные. Их есть много разных модификаций. Но вот эта модификация мне нравится больше всего, так как она разбрызгивает ровным ковром. Капли после нее потом не капают долго. И получается, что очень удобно их использовать. Здесь у нас стоит таймер, который можно настроить на время, когда начнется полив. Как долго будет полив у нас идти, как часто он будет идти. Вот это самый элементарный, простой. Он не электронный, и его мы используем здесь, потому что здесь можно долго туманить. Ничего страшного с растениями не будет, потому что это уже второй этап укоренения. На первом этапе нужно использовать электронный, потому что там нужно от нескольких секунд. А здесь туман срабатывает от одной минуты. Но нас именно в этом месте, в этой зоне нашего полива это устраивает. Именно столько здесь и нужно. Обычно здесь две минуты у меня туманит. И растения как раз таки, мало того, что они поливаются, так с туманом обрабатываются. И как раз таки здесь практически, ну редко поливаем из дополнительного шланга, все поливает именно вот этот туман. Мы опять находимся с вами в пункте управления. И сейчас мы с вами включим верхний полив, который находится над растениями. Следующий вид полива это верхний полив для кустов малины и ежевики, которые у нас растут вдоль забора. Вот этот вид полива мы используем над кустами ежевики, которые у нас растут вдоль всего забора. Во-первых, верхний полив у нас понижает температуру, повышает влажность, если это нужно. А также у нас поливаются растения этими поливалочками. Вот так работает туман в этой туманной комнате. Здесь можно поливать растения, а также делать влажность. Что же нам нужно для полива? Нам нужна фурнитура, шланги, фитинги, все остальное. Затем нам нужен водопровод, насос. Далее делаем разводку грядкам, врезаем нужные нам шланги. В зависимости от того, что мы хотим получить от данного участка, какой полив будем использовать. И все. Все очень просто, элементарно. Но участок 15 соток я поливаю за час. То есть все растения у меня поливаются ровно за один час. Этот час очень важен летом. Можно опять и траву пополоть. Либо укоренить что-то, либо собирать урожай. А это в нашей с вами деятельности самое главное. Всем удачи! Подписывайтесь на канал, а я буду рада делиться с вами опытом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, 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 подписывайтесь на канал. Продолжение следует...